Школьники из Лисичанска в КФУ. Нам очень понравилось, очень красивое издание, экскурсия тоже интересная, экскурсоводы интересно рассказывают. Кто же он такой? Военный корреспондент. Авторская лекция о фонде молодых ученых. Какие вопросы обсудили на заседании юридического факультета? Можно будет 50 вопросов написать, но они важны. Но каких-то 2-3, то есть ли они вообще? Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Камиля Глякберва. В МГУ состоялось расширенное заседание Совета Российского Союза Ректоров. Ректор Казанского университета Ленар Сафин принял участие в мероприятии. Ключевой темой обсуждения стал переход российской системы образования к новой модели. Как отметил глава Миноборнауки Валерий Фольков, образование разделят на три ступени – базовая, специализированная и аспирантура. Школьники из Лисичанска, которые на данный момент проходят обучение в университетской школе при Елабужском институте Казанского университета, с обзорной экскурсии посетили Казанский федеральный университет. Подробнее расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. 19 апреля с экскурсии Казанский федеральный университет посетили школьники из Лисичанска, которые на данный момент обучаются в университетской школе при Елабужском институте Казанского университета. В начале для ребят провели экскурсию по музею истории Казанского федерального университета. Мы их привезли для более глубокого ознакомства с институтом, с университетом нашим, с факультетами, с музеями и со зданием вообще в принципе, потому что это 11 классы, которые в дальнейшем уже планируют поступать также в наш университет. Нам очень понравилось, очень красивое здание, экскурсия тоже интересная, экскурсоводы интересно рассказывают, ну интересно прям слушать. Далее у гостей прошла встреча с заместителем ответственного секретаря приемной комиссии Лилией Ярулиной, которая обсудила с абитуриентами вопросы поступления в Казанский федеральный университет. Также школьники поделились своими переживаниями, касающиеся сдачи единого государственного экзамена. Лилия Ярулина рассказала старшеклассникам о том, какие направления есть в университете, ведь среди ребят есть те, кто уже решил, в какой институт Казанского университета он хочет поступить. Следуя из экскурсии, я понял, что Казанский университет очень богат своей историей, он очень высокого уровня, и поэтому меня здесь заинтересовало направление экономическое, и в принципе сюда поступать очень хорошо, и мне нравится здесь. После школьники отправились на прогулку по Казани, посмотрели архитектуру зданий, прошлись по улицам, где расположены здания Казанского федерального университета. Также для ребят провели экскурсию по Казанскому Кремлю. Очень интересно, это большой город, я два раза всего лишь был в больших городах, вот это мой второй раз, очень интересно, тут красивая архитектура, интересные здания исторические, всякие памятники, Кремль, очень красивый, тоже первый раз в своей жизни увидел такое. Есть очень большое желание остаться в этом городе, продолжить учебу в Казанском федеральном институте и строить здесь свое дальнейшее будущее. Во время прогулки по улицам столицы Татарстана гости нагуляли аппетит, поэтому следующей остановкой школьников стал ужин в известной столовой института физики. Покормили нас очень хорошо, очень вкусно, экскурсия вообще классная, нам показали Казань, нам очень сильно всем понравилось, спасибо за такую возможность. Закончился день гала-концертом в честь ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2023», где ребята посмотрели яркие выступления студентов Казанского университета. Мы видели Елабужский КФУ, как выступал, мне очень понравилось, было много классных сценок, музыки, мы даже подпевали, смотрели. Видели выступление нашего Елабужского КФУ в нашем Елабужском КФУ, и теперь мы очень обрадовались, когда они приехали именно сюда, на «Студвесну», потому что мы ими гордимся, они молодцы, мы очень рады за это. Ну, ожидания оправдались, нам было интересно, весело и очень классно. Отметим, что Казанский федеральный университет имеет давние партнерские отношения с Лисичанском. Так, из университета была отправлена не одна фура с гуманитарным грузом. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитовлы, Универньюс. 19 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета выступил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Автор документальных фильмов и специальных репортажей в онлайн-формате ответил на самые волнующие вопросы студентов и преподавателей. Евгений Поддубный уже больше года находится в зоне специальной военной операции. Он ежедневно в радиусе боевой активности, но, несмотря на это, нашел время для беседы со студентами и преподавателями казанских университетов. Модератором встречи выступил руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Леонид Толчинский. Евгений отвечал на интересующие вопросы, рассказывал о журналистском пути, о пропаганде западных СМИ и работе в горячих точках. Всегда нужно, мне кажется, вести такую для себя формулу. По крайней мере, я ее для себя использую. Каждый репортер, публицист, журналист, он несет личную и персональную ответственность за то, что говорит, пишет и показывает. «Кто-то стреляет – беги, снимай. По тебе стреляют – беги, падай. Все живы, слава богу. Кто-то ранен – надо помочь». Помимо тем, о которой не принято говорить громко, студенты расспрашивали главного героя мероприятия о специфике профессии военного журналиста. По словам Евгения Поддубного, без тактика специальной подготовки человек не может работать в зоне боевых действий, начиная от навыков перемещения, работы при огневых действиях, оказания первой медицинской помощи и заканчивая психологической подготовкой. Работа тяжелая, опасная, но профессионалы всегда знают, зачем они идут на это. А вот как не попадаться не только нам, а вообще людям на те смысловые крючки, которые противник расставляет? Какой фильтр выставлять может быть и что в этом случае делать? Противник коварен и очень часто проводит, на самом деле, информационно-психологические операции высочайшего уровня, особенно сильно играя на наших эмоциональных состояниях. Не попадаться на крючки довольно сложно, потому что, как правило, противник выбирает себе ту часть аудитории, которая готова на этот крючок попасться. Встреча прошла в рамках цикла «Открытый диалог» Координационного центра по противодействию диалоге терроризма и профилактике экстремизма Казанского федерального университета, а также всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань». В Казанском федеральном университете 19 апреля выступил с авторской лекцией генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. Фонд был выстроен под инициативные проекты отдельных ученых, работающих в разных областях, может быть, даже в небольших университетах и академических институтах и не всегда не попадает под распределение вот этих крупных программ, но, тем не менее, это тоже заслуженные люди. Российский научный фонд создан в целях финансирования научных и научно-технических проектов и программ в сфере фундаментальных исследований. Фонд был учрежден в конце 2013 года. За это время было поддержано более 60 тысяч российских ученых. Александр Хлунов специально для студентов, аспирантов и научных сотрудников провел лекцию «Российский научный фонд как инструмент грантовой поддержки научных исследований». Генеральный директор рассказал об основных результатах работы в прошлом году, о конкурсе на получение гранта и ответил на вопросы участников встречи. Появился новый конкурс для фонда. Уже два года мы его успешно реализуем. Это малоотдельная научная группа. Два года по полтора миллиона. Я его так называю «подумать». Конкурс проводят в разных научных сферах. К примеру, математика, информатика и науки о системах, физика и науки о космосе, биология и науки о жизни, науки о Земле. В 2023 году фонд планирует распределить почти до 48 миллиардов рублей. Решение о поддержке научных проектов принимается экспертными советами РНФ, состоящими из ведущих ученых. Отдельное внимание спикер уделил участию следователей Казанского федерального университета в программах фонда. Ведь экспертами являются те, кто здесь присутствует. Они активно участвуют в этом. Хочу сказать, что, конечно, на нынешнее состояние один член экспертного совета – это незаслуженно мало. Российский научный фонд позволяет совершенно свободно любому человеку в режиме реального времени ознакомиться с кратким содержанием поддержанных проектов и их результатами. РНФ представляет широкий спектр возможностей для старта научной карьеры молодых исследователей. Фонд дает повод для профессионального роста и развития. Виктория Сухих, Александр Кузнецов, Универньюз. 19 апреля в главном здании Казанского федерального университета прошло заседание Попечительского совета юридического факультета КФУ. Подробнее в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло заседание Попечительского совета юридического факультета. Началось все с приветственного слова декана юридического факультета. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был председатель ассоциации выпускников юрфака КФУ Айнур Елилов. Он представил данные о ходе подготовки к Казанскому международному юридическому форуму, который пройдет в сентябре 2023 года. Прошлогодний форум собрал более 400 участников и 110 спикеров. Казанский международный юридический форум 2022 года объявил более 400 участников из разных стран мира, которые обсуждали важнейшие вопросы современного права. Выпускники юридического факультета и члены ассоциации приняли активное участие в деятельности форума. Главная тема прошлого форума «Право на право» изучала особенно актуальность. О подготовке к Казанскому юридическому форуму говорил и председатель Попечительского совета юридического факультета, мэр города Казани Эльсур Медшин. Он отметил важность прикладного значения подобных мероприятий. Можно 50 вопросов написать, но они важны. Но какие-то два, три, или один вообще, он самый главный, который готов собирать, эксперт наук, практики. На заседании также обсуждался вопрос создания экспертного центра на базе юридического факультета. Рассказал о процессе создания помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Марат Махмутов. Завершающее слово взяла декан юридического факультета Лилия Баакулина. Она рассказала о подготовке к 220-летию Казанского университета. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна КФУ-2023». Запись концерта доступна в нашем сообществе ВКонтакте. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok